Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтой, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Свежий обзор для вас на предстоящую торговую неделю с актуальными торговыми рекомендациями. Ребят, мы сегодня с вами посмотрим серебро, посмотрим индекс DAX 40, а также валютную пару NZDUSD. По этим инструментам есть неплохие торговые формации, озвучу сегодня свое мнение. Значит, это первый блок сегодняшнего обзора, и второй блок обзора – это, как всегда, проанализирую свои предыдущие публичные торговые рекомендации, которые вы от меня получали на прошлой неделе. Ну что ж, прежде чем мы с вами перейдем к анализу текущих картинок по инструментам, которые я озвучила, я бы хотела напомнить о том, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале Мария Кухтатрейдер. Сегодня в субботу, 23 сентября, и на YouTube-канале компании АМАРКЕТС видео продублируется в понедельник, 25 сентября. Ну что ж, давайте начинать. И первый инструмент, на который я сегодня хочу обратить ваше внимание, и это серебро. Ребят, по серебру у нас неплохая картинка лангувая рисуется. Да, в принципе, мы уже в моменте немножечко себя отрабатываем, но я считаю, что не отработало еще серебро торговый паттерн лангувый. Почему? Потому что еще находимся на этапе, в принципе, накопления позиций, еще нет у нас хорошего импульсного выброса наверх с текущей лангувой формации. Лангувая формация локальная у нас сформировалась за последние несколько торговых дней. Есть защитное свежее импульсное движение по данному металлу, которое произошло по серебру 18 сентября. После чего накопление позиций, и уже вот в пятницу на прошлой неделе, в принципе, 22 сентября у нас произошла локальная реакция. Ну, видите, чуть-чуть задавили дневочку вниз. Поэтому я считаю, что есть все шансы для того, чтобы дальше уходить наверх по данному металлу в силу наличия неплохой лангувой формации. Серебро ланги, либо секущих, либо еще будем локально здесь набирать торговую позицию в рамках последнего импульсного роста, который произошел у нас 21-22 сентября. Выше откатной поддержки в районе 23.1, и это свежий уровень поддержки, от которого можно продолжать дальше работать в лонг в сторону текущей лангувой формации. Цели у нас, в принципе, неплохие. Смотрите, первая цель для роста – это зеркальная зона ближайшая в районе 24, пробиваем 24, а тогда уже будем уходить на максимумы, которые у нас произошли в районе 24,8, а там уже будем смотреть. Поэтому перспектива хорошая, ланги актуальны, можно открывать покупки. Но смотрите, чтобы была хорошая точка входа локальная, то есть, возможно, в понедельник она уже нарисуется, а, возможно, вторник, среда, это нужно будет уже смотреть. Возможно, еще какую-то откатную дневочку здесь сделаем в рамках последнего импульсного роста. Но, тем не менее, ланги довольно хорошо здесь прослеживаются, поэтому рекомендую покупать серебро и цель для покупок, я озвучила. Так, значит, еще один инструмент, на который хочу обратить ваше внимание, ребят, это DAX. Значит, по DAX у нас рисуется среднесрочная шартовая перспектива. Почему среднесрочная? Потому что есть шартовая формация, у нас, на самом деле, здесь несколько формаций шартовых присутствует по данному инструменту. Прошу прощения, значит, несколько шартовых формаций, которые имеют все необходимые элементы, свои индивидуальные, да, то есть у нас есть крупный шартовый паттерн со своим защитным движением, со своим накоплением позиций. Есть локальный шартовый импульс со своей консолидацией, которая, в принципе, уже дала импульсную отработку в четверг, 21 сентября. Поэтому здесь несколько формаций в формациях присутствует по данному инструменту. Что это значит? Это значит лишь одно, что инструмент накапливал довольно длительное время позицию для дальнейшего движения вниз. Я считаю, что неплохая у нас здесь картинка рисуется, неплохая картинка для среднесрочного шарта, в силу того, что есть очень длительное накопление позиций, которое происходило в виде консолидации, с верхней границей консолидации в районе 16.00 и нижняя граница консолидации 15.575. Посмотрите, что мы сделали. Мы вышли из этой консолидации в четверг, 21 сентября, импульсно пробили ключевую поддержку 15.575, 15.580, закрепились ниже. И пятница – это у нас внутренняя дневочка, которая зеркально оттестировала данную ценовую зону, которая сейчас для нас является уже зоной сопротивления. Но вы должны понимать, что есть несколько вариантов развития событий в данном случае, несколько вариантов для продаж по DAX. Почему? Потому что есть шансы и уходить вниз с текущих, то есть есть у нас уже одна откатная дневочка, возможно, от нее, от максимума пятницы 15.585 мы уже будем сразу уходить вниз. А возможно, еще будем как-то добирать торговую позицию в рамках вот этого шартового ключевого импульса, который произошел в четверг, 21 сентября. Поэтому основной сценарий какой? Шарты. Шарты в силу наличия и крупного шартового паттерна, и нескольких мелких шартовых формаций. Здесь раз формация, еще одна здесь есть формация. Значит, эти все моменты указывают на то, что DAX у нас собирается среднесрочно снижаться. А уже точку входа нужно будет искать. То есть по поводу точек входа есть несколько вариантов, как я уже сказала, первый из которых это шорт с текущих, либо еще тест откатного уровня сопротивления максимума пятницы 15.580. Второй вариант, еще будем добирать позицию шартовую в рамках вот этого импульсного пролива, который произошел 21 сентября. То есть еще будем консолидироваться в рамках этого импульса. Даже если уйдем выше зеркала, это, значит, не помешает продажам. Почему? Потому что все-таки как защита у нас сейчас выступает основной импульс от 21 сентября. В рамках защиты инструмент еще вправе добирать торговую позицию. То есть даже если будем уходить сюда выше зеркала, все равно актуальны остаются шарты. Да и, в принципе, еще, возможно, не только консолидация, а, возможно, еще какая-то коррекция с перекрытием. Уже будем смотреть по факту, каким образом инструмент будет действовать. Но и сейчас, и сейчас, глядя на текущую ситуацию, можно говорить о том, что есть и вариант, что уже DAX готов двигаться в шорт из текущих. Но в силу того, что пробили поддержку, зеркально ее оттестировали, 15580 ценовой уровень сопротивления. И, возможно, уже готовы, готовы уже медведи дальше двигать цену вниз по данным инструментам и среднесрочно снижаться. Потом, ребят, среднесрочная перспектива здесь замечательная. Посмотрите, какая у нас здесь глобальная шартовая формация нарисовалась. Отличная формация со всеми необходимыми элементами шартовыми. Поэтому, кто торгует среднесрочно, особенно кто торгует фондовые индексы, вы можете присмотреться к DAX. Потому что цели для падения у нас отличные. Первая цель для падения – это зона 14820, фактически 15.00. Здесь нужно уже будет смотреть за реакцией на эту ценовую зону. И здесь нужно будет уже частично фиксироваться. Если дальше будем снижаться по DAX. Поэтому наблюдайте за данным инструментом. Обратите внимание на перспективу, которая, как я уже озвучила, среднесрочная. И можно искать точки входа на продажу по данным инструментам. Поэтому DAX – шарты. Так, и еще один инструмент, на который хочу обратить ваше внимание, ребят. Это валютная пара NZD-USD. Смотрите, новоизландский доллар. Новоизландский доллар, на самом деле, я еще ранее вам советовала покупать. Еще ранее, в обзоре на прошлой торговой неделе, вы получили торговую рекомендацию на покупку. До среды, 20 сентября я рекомендовала открывать ланги по валютной паре NZD-USD. Давайте посмотрим это видео. Вот торговые идеи евро, австралийский доллар, новоизландский доллар. То есть новоизландский доллар, торговая рекомендация в лонг, торговая рекомендация на покупку от 20 сентября в среду. И в моменте, в тот же день, мы неплохо ушли локально. Потом еще оттестировали ближайшую поддержку 0.59.20, следующую поддержку 0.58.95. И опять в пятницу, на прошлой торговой неделе, отлично ушли наверх. То есть новоизландский доллар уже отрабатывает мои предыдущие публичные торговые рекомендации в лонг. И сейчас на что хочу обратить внимание, на то, что у нас инструмент еще находится, еще находится фактически на этапе консолидации, то есть нет еще хорошей импульсной отработки в лонг. В поджатии наверх текущем мы продолжаем находиться. Да, в пятницу у нас был неплохой локальный импульс, но чуть-чуть задавили дневочку пятницам. Это значит, что все шансы для того, чтобы дальше расти, у нас присутствуют. То есть кто еще не в лонгах по наизландскому доллару, можете открывать покупки и удерживать покупки среднесрочно. Почему? Потому что учитывая характер консолидации по данному инструменту за последние три торговых недели, у нас есть и поджатие наверх, у нас есть и накопление позиций, и защитное импульсное движение. То есть все элементы для того, чтобы спрогнозировать. Лонги здесь у нас присутствуют. Поэтому новоизландский доллар, торговая идея для вас. Открываем лонги выше откатного уровня поддержки 0.59.20 с целью на пробитие локального сопротивления 0.59.90. Следующая цель для роста – это максимумы, которые у нас были. 1 сентября нарисован 0.60.15, ценовой уровень сопротивления. И пробиваем эти ценовые зоны. Дальше будем уходить среднесрочно наверх. Поэтому неплохая перспектива. Кто торгует валютный рынок, присмотритесь к новоизландскому доллару. Еще раз акцентирую внимание, что я еще ранее, ребят, еще ранее вам советовала покупать NZD-USD. То есть вы могли отлично заработать на лонгах, если вы подписаны на мой YouTube-канал «Марий Кухтотрейдер», если вы торговали по моим публичным торговым рекомендациям. Поэтому нозландский доллар уже отрабатывает мою публичную торговую рекомендацию в лонгах и продолжает смотреться на покупку. Поэтому еще раз лонги по нозландскому доллару. Перспектива локальная. Это до ближайшей зоны сопротивления. И дальше пробиваем эту ценовую зону сопротивления. Дальше будем уходить наверх. Есть шансы для того, чтобы развернуть шартовую тенденцию, которая у нас здесь образовалась среднесрочная. Потому что начали мы свое снижение по нозландскому доллару еще в январе текущего года. Больше полгода снижения, но есть шансы для того, чтобы уже эта формация локальная, которая сформировалась за последние торговые недели по нозландскому доллару. Что это формация? Это у нас попытка. Попытка развернуть, ну как минимум уйти на коррекцию, как максимум развернуть шартовую тенденцию. Какие цели для роста? Ну смотрите, там нужно будет уже по факту сопровождать торговую позицию. Если будет формироваться какой-то тренд, уже заходное движение, лонговое, в таком случае нужно будет сопровождать лонги, добавляться, если будут свежие точки входа на покупку, свежие торговые лонговые паттерны. То есть в любом случае нужно будет уже использовать вариант сопровождения позиции, вариант динамичного подхода к анализу рынка. То есть будут свежие подтверждающие моменты, которые будут указывать то, что действительно дальше продолжает инструмент подтверждать лонговые перспективы. В таком случае удерживайте лонги и можно еще будет докупаться. Ну будем смотреть по факту. Цели локальные озвучила. То есть сопротивление ближайшей – это первая цель, которую нужно пробить для того, чтобы дальше двигаться уверенно уже наверх. по валютной паре инсдаюзды. Так, ребят, значит, это были торговые рекомендации для вас. Давайте сейчас переходить к второму блоку сегодняшнего обзора. Второй блок у нас – это анализ и разбор моих предыдущих публичных торговых рекомендаций, которые вы от меня получали на прошлой торговой неделе в видеообзорах. Я напомню, что на этой неделе было два видеообзора от меня. С торговыми рекомендациями. Значит, первый обзор – это видео. Первое видео – это торговые идеи S&P, Dow Jones и Nasdaq. Значит, видео вышло 16 сентября в субботу прошлую. В этом видео я вам советовала шортить фондовые индексы S&P, Dow Jones и Nasdaq. Шикарно просто шорты себя отработали. Публичный прогноз в шорт и отличная отработка у нас есть. Кто смотрел мои видео, кто смотрел мои прогнозы по S&P, Dow Jones и Nasdaq и открыл позиции, замечательно, вы уже сейчас в отличном профите, потому что все три индекса шикарно обвалились на прошлой неделе. И еще одно видео было 20 сентября в среду. Торговые идеи евро, австралийский доллар, новознадский доллар. Эти валютные пары я рассматривала на покупку. Сейчас разберем все эти инструменты. Давайте начнем с фондовых индексов. Значит, фондовые индексы S&P 500. Начнем с него, с S&P. Значит, у нас S&P я рекомендовала шортить публично, рекомендовала шортить S&P после того, как у нас закрылась пятница, 15 сентября. Перекрытие шортовое. Шортовый паттерн здесь отличный был. Я вам говорила о том, что есть реакция на сопротивление 45-20, есть шортовая формация. Все формации, я напомню, я отбираю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Если есть какой-то хороший паттерн, если есть какая-то хорошая формация, обязательно отзвучиваю для вас на своих обзорах. Обязательно отбираю эти торговые инструменты для своих обзоров. И, соответственно, вы можете воспользоваться моими публичными торговыми рекомендациями. Поэтому S&P – публичный шорт. Ребята, уже понедельник, вторник – это консультационные внутренние дневочки, которые подтвердили вот это перекрытие. И, смотрите, уже начиная со среды, то есть вторая половина прошлой торговой недели, у нас проливы вниз, замечательная отработка на продажу по S&P. Мы достигли своей первой поддержки. Это поддержка, первая ценовая зона поддержки, о которой я говорила на обзоре 4360. Пробили ее в четверг импульсно и пятница. Оттестировали зеркально и опять задавили дневочку пятницы вниз. Просто отличный шорт, отличная отработка. Если кто шортил, замечательно, вы могли заработать на продаже фондового индекса S&P 500 по моей публичной торговой рекомендации. Следующий индекс, следующая торговая идея, которую вы получали на прошлой торговой неделе в субботу в видеообзоре публичном – это Dow Jones шорты. Dow Jones пятница закрывается 15 сентября. И уже, смотрите, понедельник, вторник мы уже, в принципе, задавливались локально вниз. Среда чуть-чуть… попытка вынести короткие стопы, да, но, в принципе, среда у нас тоже отлично закрылась. С давлением вниз все это, вся эта ситуация подтверждала, только подтверждала шорты, и отработка у нас уже в четверг произошла по Dow Jones. Поэтому замечательный торговый паттерн, который я отобрала для вас по своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Ребят, кому интересно, провожу индивидуальные курсы обучения, обращайтесь в личку, если интересует обучение. Значит, Dow Jones у нас замечательно упал, достиг своей ближайшей цели, это поддержка в районе 34 с копейками, пробили поддержку, дальше движемся в шорт. Поэтому, кто торговал Dow Jones, вы тоже могли на этом шикарно заработать. NASDAQ – это еще одна торговая идея для вас, которую вы получали в прошлую субботу на прошлых выходных. NASDAQ – то же самое, ребят, как и S&P, как и Dow Jones. NASDAQ у нас замечательно отработал шорты, закрывается у нас пятница, 15 сентября. И понедельник, вторник – две внутренние конституционные дневочки, которые подтвердили перекрытие. Перекрытие предыдущего коррекционного роста, я это все рассказывала на прошлом обзоре, поэтому посмотрите публичные торговые рекомендации в шорт, которую я посоветовала вам открывать в соответствии со своей авторской торговой стратегией «Защитный трейдинг». Был шортовый паттерн, и этот паттерн дал закономерную отработку. Отработка по NASDAQ у нас уже в среду. Произошла раз, и импульс четверг, и импульс пятница. Тоже внутренний дневочек закрывается с давлением вниз. Это значит, что дальше у нас индексы нацелены на продолжение своего движения вниз, на продолжение падения. Поэтому сами видите, как отработались мои публичные торговые рекомендации на продажу по фондовым индексам S&P, Dow Jones и NASDAQ. Эти торговые идеи, еще раз напомню, вы получали в прошлую субботу от меня в торговом видеообзоре с торговыми идеями актуальными, которые я отобрала по торговым паттернам соответствующим. И сами видите, как отработались мои публичные торговые рекомендации. Еще давайте проанализируем евро-доллар, австралийский доллар и NZD, USD. Значит, это еще дополнительное видео, которое вышло на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер в среду, значит, 20 сентября. И посмотрим текущую картину по этим инструментам. Давайте начнем австралийский доллар. Значит, Австралия у нас, среда, 20 сентября торговался на тот момент примерно в районе ценовой отметки 0,6450-0,6460, когда я ему посоветовала работать в лонг. Кто смотрел мое видео, вы уже в моменте интердей могли неплохо заработать. Здесь я в закрытом канале тоже советовала покупать валютную пару OutUSD. Перед новостями по процентной ставке ФРС посоветовала часть позиций зафиксировать. То есть, в принципе, у нас отличная интердей отработка произошла. Как вы видите, даже чуть больше дневного АТАРа вырос австралийский доллар в среду. Отличный паттерн. Закономерное поджать наверх. У нас произошло с консолидацией позиций и закономерная отработка. Поэтому австралийский доллар отлично отработал публичный лонг, интердей, да, у нас произошла отработка. Мой публичный прогноз в лонг. И, соответственно, текущая картина по австралийскому доллару. Ребят, сегодня не было торговых идей по австралийцу. То есть, я рассмотрела только NZD и USD, но австралийский доллар тоже у нас дальше продолжает смотреться на покупку. Поэтому, кто торгует аутюз, да, тоже можете продолжать работать в лонг по австралийцу выше поддержки 0.64.10. Здесь у нас отработка произошла. Паттерн лонговый был со своими необходимыми элементами. Значит, защитный импульс от 11 сентября. Консолидация падится с поджатием. Это все я говорила на обзоре. Поэтому, если вы еще не смотрели, посмотрите мой обзор от 20 сентября. Это последнее видео, которое есть сейчас на моем YouTube-канале Marie Kuchter Trader. И увидите публичные торговые прогнозы в лонг по аут-юзде. Интродэй отработались. Дальше продолжаем смотреться наверх. Поэтому торговая идея продолжает быть актуальной. NZD и USD. Среда 20 сентября. Давайте посмотрим на зландский доллар. Ребят, значит, то же самое у нас в среду. Отработка произошла еще до выхода новостей по процентной ставке Форес. Мы в моменте неплохо выросли. То есть неплохо показали импульс наверх. В моменте по нызландскому доллару. Интродэй отлично отработали. В закрытом канале тоже давало торговый сигнал на покупку. Но здесь мы вышли по без убытку. Потому что инструмент довольно сильно задавили вниз в среду. И в четверг, видите, еще добрали торговую позицию. Но свою актуальную текущую позицию по нызландскому доллару я озвучила в первом блоке сегодняшнего обзора. Где были актуальные торговые рекомендации. То есть нызландский доллар дальше продолжает смотреться наверх. В закрытом канале мы переоткрыли покупку. Ребят, я это все показывала вам. То есть показывала в своем телеграм-канале открытом. Мария Кухта Трейдер. Кто подписан, вы видели. И торговые сигналы. И как я в пятницу зафиксировала 30% позиций здесь на максимумах. По НСД, ЮСД. Интернетработка в пятницу у нас отличная произошла. То есть мы еще ранее в закрытом канале покупали на нызландский доллар. Поэтому если вы желаете получать торговые идеи от меня по хорошим ценам. И торговые идеи, торговые сигналы по основным финансовым инструментам. Не только те, что я отбираю публично. Там 2-3 инструмента. Но больше инструментов анализирую. И даю торговые сигналы в закрытом канале. Поэтому кому интересны торговые сигналы, пишите мне в личку. Все мои контакты есть под видео. Новозландский доллар. Шикарная отработка. В пятницу еще дополнительно. То есть мы, получается, в среду 20 сентября раз отработали с лунг. И пятницу у нас еще раз отработала покупка по новозландскому доллару. Поэтому публично покупка отработалась. В закрытом канале первая покупка у меня вышла по безубытку. И переоткрыла лунг в пятницу. Плэнс до юзды. Поэтому тоже отлично мы здесь отработались наверх в моменте. И дальше продолжаем смотреться в лунг. Поэтому сами видите, как отрабатываются мои торговые рекомендации. Публично. Я специально показываю, каким образом анализирую рынок. Специально показываю для вас, чтобы вы понимали мое понимание рынка, мой подход к анализу рынка. Бывают какие-то моменты не отрабатываются. Это нормально. Это бывает разное. Но на этой торговой неделе, на самом деле, рынки порадовали. И фондовые индексы, публичные прогнозы в шорт отлично отработались. И валютный рынок, публичные прогнозы в лунг по аут юзды, по нзды юзды. И по евро-доллару тоже интернет отработались. Евро-двать посмотрим. Евро-доллар я тоже здесь рискнула озвучить коррекционные лонги. Ну, по крайней мере, коррекционные. Когда мы торговались в среду 20 сентября, чуть-чуть здесь поджимался наверх евро. И интердей, посмотрите, какая у нас отработка. То есть максимум среды это 1,0735. Неплохая интердей, внутридневная отработка по евро у нас произошла в среду 20 сентября. Публичный прогноз в лунг отработался. То есть здесь тоже у нас неплохая произошла реакция в моменте наверх. Но все-таки на новостях по процентной ставке ФРС мы здесь чуть задавили медведя цену вниз по евро в сторону тенденции. И дальше, видите, евро падал после этого в сторону своей нисходящей тенденции, которая у нас образовалась по валютной паре евро-доллар за последние два торговых месяца. Поэтому такая ситуация. Но, в принципе, локально евро тоже себя хорошо отработало в среду 20 сентября. И это все торговые идеи, которые вы от меня получали на прошлой неделе. Публичные торговые идеи, ребят. Проанализировала их еще раз. Все торговые паттерны я для вас отбираю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Торговые паттерны, которые должны в себя включать необходимые элементы. Защитные движения, подтверждение защиты, дополнительные элементы. То есть, каким образом отбираю все торговые формации, каким образом понимаю рынок. Все это рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Кому интересно, обращайтесь в личку. Все мои контакты есть под видео. Если интересно обучение, пишите в личку. И всю информацию по обучению отправлю вам в индивидуальном формате. То же самое по подписке на закрытый канал. Ребят, кого интересует подписка на закрытый канал сигналов, вы можете тоже написать мне в личку. И всю информацию тоже вам отправлю. Так, не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухтотрейдер». Для того, чтобы всегда получать торговые рекомендации, торговую аналитику. И торговые идеи по основным финансовым инструментам. Как это было на прошлой торговой неделе. Соответственно, все шесть рекомендаций. S&P, Dow Jones, Nasdaq, Short. Евро-доллар, австралийский доллар, новозландский доллар и лунг. Все три рекомендации отработались. Некоторые отработались. Хорошо уже импульсно пошли движения, как по фондовым индексам. Некоторые инструменты отработались локально. Но, тем не менее, отработка есть. И соответствующая реакция на рынке есть. На те паттерны, которые я для вас отбирала. И которые я рекомендовала вам торговать. Также не забывайте подписаться на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухтотрейдер». Также будете получать время от времени апдейты по моим публичным торговым прогнозам. Почему? Потому что все-таки нужно будет смотреть по факту, есть ли точка входа, которая будет подтверждать мои публичные торговые идеи. Нужно уже будет смотреть, когда можно войти в рынок. Когда остается актуальная торговая идея. Когда торговая идея уже, скажем, теряет свою актуальность. Все эти моменты я, как правило, информирую подписчиков об этом в закрытом телеграм-канале «Мария Кухтано». И также в открытом телеграм-канале время от времени пишу апдейты по своим публичным торговым прогнозам. Так, не забывайте подписываться на мои ресурсы. Ребята, благодарны за просмотр, благодарны за ваши предыдущие комментарии, за ваши отзывы, реакции. Жду от вас свежего фидбэка, ждут вас свежих комментариев. Если есть вопросы по рынку, задавайте. Если есть вопросы по каким-то инструментам, пишите стикеры этих инструментов в комментариях. Обязательно отвечу на ваши вопросы и разберу эти инструменты в следующих обзорах. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи!